Всем привет, друзья! Итак, как вы, наверное, уже знаете, что я собираюсь завтра выезжать в Швецию, ну и дальше потом в Норвегию. Предстоит мне проехать где-то на все про все может быть тысяч пять километров. Я как бы рассчитываю, больше, наверное, не получится, потому что мне надо будет делать плановое ТО на 24 тысячи. Как раз у меня там 4-5 тысяч, получается, есть запас по километражу. Так вот, сейчас я тут начинаю укладывать свою сумку. Сейчас давайте хочу вам показать вообще, что я с собой беру, что еще под вопросом. Ну, в общем, вам наверняка будет интересно, так как вы тоже, наверное, когда-нибудь собирались в мотопутешествие или будете собираться. И поэтому вам будет наверняка интересно, что я с собой беру с собой. Так, сначала давайте покажу. Я сначала взял всю мелочевку и вытащил непосредственно на кровать. Вот разложил и теперь думаю, что у нас архиважно, что не архиважно. Вот, например, что? Допустим, есть вот такой вот набор с иголкой, ниткой. Не знаю, важно, не важно. Ну, тут ниточки так вот, чисто пуговичку пришить. Пригодится, не пригодится? Это пока под вопросом. Так, вот это у меня, это у меня горелка спиртовая. Ложка обязательно, она у меня будет лежать непосредственно в кармане штанов или куртки, чтобы всегда было доступно. Сделал вот такую небольшую аптечку. Это тут немного пластыря, таблетки от аллергии. Там есть таблетки от поноса на всякий случай. Взял какие-то хорошие, чтобы, если что, быстро заблокировать клапан, если начнет протекать. Так, потом, по электронике взял вот такой пакетик. Тут основные кабеля, зарядка, которая мне, возможно, даже и не пригодится. Это USB от розетки. Ну, может быть, в кемпинге где-нибудь оставлю, остановлюсь когда-нибудь, может и пригодится. В общем, все компактненько, аккуратно сложил вот такой пакетик. Дезодорант, опять же, стоит под вопросом. То, что под вопросом, пока в сторону. Мешки для мусора. Не знаю, может быть, отмотаю немножко отсюда, чтобы поменьше было. Потому что они и весят достаточно. В крайнем случае, можно будет их всегда купить, если что. Поэтому тащить с собой. Ну, я думаю, немножко отмотаю, чтобы поменьше было. Далее, здесь у меня полотенце, зубочистки. Но мне надо, потому что у меня там, пользуюсь, в общем, обязательно. Ну, тут зубная паста, щетка, крем для рук. Труки у меня сухие, приходится пользоваться мыло. Там, если что-то постирать, да хоть самому помоется. Нитка для зубов. Так что, в принципе, ничего тут такого особенного нет. Также здесь у меня лежит огнивые спички. Помимо этого, у меня есть две зажигалки. На зажигалку, допустим, я намотал таких этих резиночек. Ну, мало ли пригодятся, как говорится, кто знает. Вдруг пригодятся. Это у нас беруши, чтобы ветер не шумел, когда ешь. Это тоже, опять же, лишнее, я думаю. Далее. Ну, это, естественно, свет для камеры. Также его можно использовать, как, допустим, свет, фонарик в палатке. Поэтому такой многофункциональный девайс. Далее беру мультитул Leatherman. Он у меня будет прикреплен непосредственно на пояс. Так что он будет всегда при мне. Отличная вещь. Считаю, незаменима. И вот тут, опять же, это сухие салфетки. Это влажные салфетки. Это туалетная бумага, влажная. Скажем так. Ну, я не знаю, брать ее, не брать. Опять же, под вопросом. И тут у меня еще просто влажные салфетки. Три пачки. Ну, в итоге получается, если так разобраться, только вот этих салфеток. Вон, целая куча. Естественно, все брать с собой не буду. Не вижу смысла. Далее. Здесь вот у меня этот, как его, ну, поняли, да, такая очень клейкая лента на всякий случай. Взять, не взять, тоже еще под вопросом. Запасной ключ беру обязательно. То есть, один у меня будет всегда, как обычно, в карманах. И второй куда-нибудь спрячу непосредственно. Может быть, где-нибудь на мотоцикле спрячу. Или же в рюкзаке где-нибудь. Ну, чтобы был всегда запасной. Мало ли, не дай бог. Дальше. Есть такая веревка 10 метров. Это из Данима. Она, в принципе, очень прочная. Можно, допустим, вещи сушить на ней или еще что-то. Как бы не весит ничего. Место занимает мало. Опять же, под вопросом. Еще буду думать. Ну, здесь у меня, опять же, лежат эти светофильтры для GoPro. Я их сюда переложил, чтобы можно было быстро доставать, когда понадобится. Собственно, ну, вот это мелочевка. Мелочевку я, наверное, сейчас покажу вам, какую сумку я взял для этой мелочевки. Вот такую вот сумку взял недавно. То есть, она относительно небольшая. Ее можно крепить, скажем так же, на бак, если докупить к ней специальные магнитики. Или на сидение второго номера. Она вот, можно увеличить ее в объеме, можно уменьшить. То есть, она как бы очень хорошо вписывается в дизайн мотоцикла и не портит его внешний вид. И вот все, что там самое тяжелое. Ну, скажем, вода в это тяжелая. Потом, ну, еще посмотрю, что сюда запихну. Как говорится, такие вещи, которые, если там сопрут, чтобы не сильно жалко было. Так что, вот. Дальше. Тут у меня еда. Это у меня тут сублиматы. Всякие. Ну, у меня тут 10 пачек. Я еще когда-то давно затарился. Я не знаю, несколько пачек с собой возьму, чтобы, ну, на период акклиматизации, пока там сориентируюсь по месту. Или когда, допустим, магазины не будут доступны, тогда буду использовать эти. Ну, опять же, все тащить не буду. Место много занимает. Дальше. Здесь у меня, допустим, вот в этом, здесь у меня куртка-пуховик и штаны. Скажем так, если куда-то похайкать, походить в поход. Это подложка под палатку, тоже ультралегкая. Здесь у меня этот котелок титановый. Это печка. Тоже весит немного. Место почти не занимает. Так что ее можно где-нибудь в рюкзачке так запихнуть и все. Тоже титановая печка. Здесь, естественно, у меня коврик мой, терморест. Так, дальше вот носки запасные. Подушка. Подушка тоже подстоит под вопросом. Я последний раз, когда ночевал в кемпинге, я использовал свою кофту. То есть, худи от моего экипа. То есть, в гермомешок кладешь его спокойно и спишь точно так же, как на подушке. Поэтому я считаю, что это девайс, наверное, лишний. Ну, это колышки и стойки эти для палатки. Соответственно, это у меня спальный мешок Quilt. Достаточно теплый, рассчитан. Сейчас скажу, тут на нем написано. На минус 6. Так что я брал его из расчета того, что я поеду в Скандинавию. Спал я под ним, скажем, при нуле. Так что, в принципе, жить можно. То есть, нормально. Не умрешь. Далее палатка. Палатка весит всего 600 грамм. Сделана из карбона. Фирмы Peak Angels. Короче, ну она адски дорогая, ребят. Но она стоит своих денег. Она двухместная. Достаточно большая. При этом весит вот без колышков, по-моему, где-то 600 грамм, что ли. Не соврать. То есть, это практически ничего. То есть, естественно, вот это все барахло будет у меня в рюкзаке. Дальше у меня здесь еще я взял специальную термуху. То есть, взял термуху для вообще адского арктического климата. То есть, самую-самую-самую, которая была. Это шерстяная, шерсть Мериносов. Потому что еду все-таки на север. А в Норвегии там, возможно, будет прохладный. Поэтому я взял такую. Почему я рекомендую брать всегда самую теплую термуху из каких-либо, которые предлагают. Потому что, когда вы едете на мотоцикле, вы сидите. Вы не двигаетесь. И вас обдувает еще ветром. Даже если у вас хорошая ветрозащита на мотоцикле, вас может обдувать сбоку. И когда вы сидите неподвижно несколько часов, то там вас уже ничего не спасет. Поэтому брать надо из расчета самую-самую-самую. Когда вы, естественно, просто идете в поход, например, пеший поход. Тогда, естественно, нет смысла брать такую адски теплую. Вот, собственно, и все. Что касается дождевика. Дождевик вот у меня валяется, но я им не пользуюсь. Почему? Потому что у меня есть куртка. Ну, то есть куртка от моего экипа. Она водонепроницаемая. То есть я ездил, там меня поливало, как из брансбойта. Я внутри был сухой. Также у нее есть вентиляция и все, что нужно для комфортного пребывания. Штаны тоже водонепроницаемые. Обувь тоже. Поэтому дождевик это, я считаю, лишнее. И, ну, сами посудите. Бывает, если дождь пойдет, пока ты дождевик достанешь, уже промок наполовину. И потом едешь прежде. А так как в Швеции, в Норвегии климат дождливый, там дожди будут непредсказуемы. Поэтому придется либо все время ехать в дождевике, либо быть мокрой. Вот, собственно, такие небольшие приготовления я сейчас сделал. Конечно, еще я сейчас все это буду укладывать в рюкзачок. Я рассчитываю, что рюкзак у меня будет весить, ну, где-то, может быть, 5-6 килограмм максимум. 6 это потолок. Это самый максимум. Потому что я говорю, сейчас кое-какие тяжелые вещички пойдут у меня все-таки в этот маленький кофрик, который сзади. Ну и все, собственно, завтра буду выезжать. Этот видос выйдет обязательно сегодня, чтобы вы могли посмотреть, меня, так сказать, морально поддержать, лайком, ну, или просто каким-нибудь душевным комментарием. Мне будет очень приятно. Ребята, да. Вот такие, собственно, дела. Если еще какие-то будут вопросы, предложения, пишите в комментариях, не стесняйтесь. Увидимся. До новых встреч.